На совещании руководителей образовательных учреждений главной темой стало проведение итоговой аттестации в 9 и 11 классах. В обоих случаях ожидается значительное изменение. Так, выпускники школы и прошлых лет будут задавать ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов соседнего Нефтекамска. Это связано с оптимизацией пунктов проведения экзаменов. Если в муниципалитете меньше 100 выпускников, они будут направлены в ближайшие крупные пункты. Кроме того, с 2016 года в ЕГЭ не будет заданий на выбор ответа. От 26 по 31 октября 2015 года обучающихся 10-11 классов прошли апробации новых экзаменационных материалов по четырем предметам – истории, общества знаний, география, информатика и ИКТ. Данная апробация прошла на компьютерном оборудовании, где обучающиеся выполняли задания по любому из перечисленных высшеучебных предметов с получением результатов в режиме онлайн на специализированном интернет-ресурсе. С целью апробации было ознакомление обучающихся 10-11 классов с новой структурой заданий контрольно-измерительных материалов. Так как с 2016 года по всем предметам не будет заданий с выбором ответов, то есть все контрольно-измерительные материалы будут без тестовых заданий. Все выпускники 11 классов прошли апробации по выбранным ими предметам. Организовано прошло итоговое сочинение, где все 82 выпускника текущего года и 2 выпускника зачисленных экстернатом получили зачет. Еще четверо выпускников прошлых лет записались на сдачу единого государственного экзамена в 2016 году. Итога единого государственного экзамена в 2016 году будут сдавать 88 в обучающихся Краснокамского района, в том числе четверо выпускников прошлых лет. Со всеми изменениями в проведении единого государственного экзамена школьники и их родители ознакомлены. Для этого прошли собрания, где присутствовали представители Министерства образования Республики Башкортостан и Управление образованием города Невсекамска. В конце марта выпускникам предстоит написать пробные экзамены, чтобы узнать уровень готовности. 28 и 29 марта ребята протестируют свои знания по математике, а 30 и 31 марта – по русскому языку. Не отстают от старших товарищей и девятиклассники. Им предстоит не менее важная государственная итоговая аттестация. В этом учебном году государственную итоговую аттестацию проходит 251 обучающихся девятых классов, освоившие основные образовательные программы. Участникам запрещено иметь при себе видео, фотоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Также было разъяснено, что обучающиеся, нарушившие установленный порядок, в том числе удаленные с экзамена, повторной сдачи государственной итоговой аттестации в 2016 году по соответствующим предметам не допускаются. Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной ступени общего образования. Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году предполагают сдачу двух обязательных предметов – это русский язык и математика, а также двух предметов по выбору из утвержденного Рособорнадзором списка. Успешной сдачей государственной итоговой аттестации в 2016 году будет считаться получением удовлетворительных результатов по обязательным предметам. Участники государственной итоговой аттестации в 2016 году, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, смогут повторно пройти аттестацию по данному предмету, установленной единым расписанием сроки. Если выпускник 9 класса получит два неудовлетворительных результата по обязательным предметам, либо повторный неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, он может быть допущен к пересдаче государственной итоговой аттестации не ранее 1 сентября 2016 года. Проведение экзамена в 9 классе максимально приближено к проведению единого государственного экзамена. Будут задействованы общественные наблюдатели, металлодетекторы, средства погашения связей. Важно детям настроить себя на положительный результат, так как задания государственной итоговой аттестации основаны на изученном программном материале, а родителям поддержать их морально во время экзаменов. Еще один вопрос, который рассмотрели на совещании, касался Всероссийской Олимпиады школьников. По словам специалистов, это один из наиболее эффективных способов выявления детей, имеющих определенные способности. Эта работа организуется в рамках проведения школьных, муниципальных и регионального этапов Олимпиады. В Олимпиадном движении участвовали учащиеся 4-11 классов, на республиканских Олимпиадах учащиеся 9-11 классов. Всего проведено 20 Олимпиад школьного и муниципального уровня по предметам федерального компонента и 7 Олимпиад по предметам национально-регионального компонента. На республиканских Олимпиадах в этом году наши учащиеся завоевали 7 призовых мест. Есть призеры по литературе, истории Николы Березовской средней школы, по башкистскому языку Куяновской средней школы, по татарскому языку литературе основная школа деревни Новый Буртюк, по марийскому языку литературе основная школа деревни Кореева. И по истории культуры Абашкорстана два призовых места из школ Старая Мушта и Новый Буртюк. Ежегодный интерес к Олимпиадному движению растет. Это подтверждает число его участников. На школьных Олимпиадах в этом учебном году приняло участие около 2000 детей. На муниципальном – около 1000. Лидерами являются школы Куянова, Никола Березовки, Новокабанова, Нового КНЛК и Нового Буртюка. Начальник отдела образования напомнила директорам о рейтинге топ-200 сельских школ и призвала принять активное участие в этом конкурсе. Мы с вами все относимся к сельским школам. Условиям этого конкурса мы отвечаем. Поэтому вот на сегодняшний день Березовка имеет два призовых места Всероссийской Олимпиады школьников. Пожалуйста, хорошие, высокие результаты ГИА-9. С прошлого года у нас результаты ЕГЭ не принимаются. Так ведь, да? Конкурсного отбора для приема в 9 класс вашей школы и вообще конкурсного отбора в вашу школу нет. То есть вы уже автоматически набираете дополнительные баллы, высокие результаты и вы, в принципе, попадаете в топ-200 сельских школ, выигрываете определенные гранты и, естественно, есть возможность улучшить свою материально-техническую базу школы. В завершение совещания Юлия Соломенникова призвала коллег отнестись внимательно и ответственно к процедуре проведения единого госэкзамена. От уровня подготовки организаторов будет зависеть настрой школьников и соответственные результаты итоговой аттестации.